Уважаемые делегаты, я приветствую вас на пятой неочередной конференции Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации Минералов, Российский Союз Ветеранов. Благодарю вас за то, что вы прибыли на конференцию. Минчатная пятая конференция проводится в связи с безвременным уходом из жизни нашего председателя Севастопольского регионального отделения Российского Союза Ветеранов Борисова Анатолия Васильевича. Прошу вас прочтить его минуты молчания. Прошу садиться. Для работы конференции необходимо избрать мандатную комиссию. Предлагается мандатную комиссию избрать в количестве трех человек. Состав мандатной комиссии на конференцию избрать. Гаврилюк Владимир Николаевич, Цимбал Владимир Александрович, Чмун Борис Васильевич. Ставлю на голосование. Состава мандатной комиссии. Прошу поднять мандаты. Кто за? Большинство участников за, против нет, поддержавших нет. Решение принято. Также хочу объявить, что на конференции присутствуют у нас заместитель председателя РСВ генерал-майор Романенко Владимир Иванович. Депутат законодательного собрания председателя Боевого братства Зубенко Василий Викторович. Замы отчаянного управления социального отдела Генея Андрея Георгиевич. Генерал-лейтенант управления штаба флота Черноморского флота Доменко Анатолий Федорович. Подчетный председатель Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации издиранного америка вооруженных сил правоаконимных органов флота Радмирал Рыбак. Председатель Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов Адмирал Пушкарев Александр Геннадьевич. Помощник командующего по работе с ветеранами в балконе Круи Владимир Иванович. Зам. директора Дома ветеранов Чудлин Александр Алексеевич. Ну и наши почетные генералы и адмиралы это генерал-майор, ой, контр-адмирал Копсов Евгений Андреевич, генерал-майор Соботин Виктор Федорович и контр-адмирал Лякин Зинов Кусинович. Слово представляется председателю мандатной комиссии Гаврилюку Владимиру Николаевичу. Уважаемые делегаты, заслушайте протокол номер 1-2, заседание мандатной комиссии Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации Всероссийской союзной ветеранов по 26 марта 2021 года. В состав мандатной комиссии избрали три делегата. Присутствует три делегата. В повестке дня избрание председателя мандатной комиссии конференции. Второе. Избрание заместителя председателя мандатной комиссии. Слушай информацию Гаврилюка. Постановили избрать председателя мандатной комиссии конференции Гаврилюка Владимир Николаевича. Второе. Избрать заместителя председателя мандатной комиссии конференции. Чмуд Бориса Васильевича. И третий, избрав члены мандата комиссии Севастопольского городского цикла Владимира Александровича Михаила. Волосовали за, против, нет, подтверждались нет. Решение принято. Протокол номер два. Заседание мандата комиссии в конференции Севастопольского районального отделения Всероссийской общественной организации Российский союз ветеранов. В состав мандатной комиссии 2-3 человека. Присутствует 3 человека. В повестке дня подтверждение поднамочек делегатов конференции от пребывшей конференции 26 марта 2023 года. Слушаю информацию председателя мандатной комиссии Владимира Николаевича в результате проверки списка в регистрации поднамоченных делегатов местных отделений и первичных федераций в конференции установлено первичным ветеранским организациям и для участия конференции избрано, делегировано 124 ветерана, то есть делегатов. Зарегистрировано 102 делегата, то есть 81%. В конференции право вы можете решать вопросы и принимать любые решения. Ну, 81% это большой, ну, в связи с погодой такой, поэтому, может быть, 100% не могли прийти. Постановили. На конференции Севастопольской региональной отделения Российской Союзовой ветеранов 26 марта властного года делегировано, делегировано 124 делегата. Зарегистрировано частью конференции 102 делегата. Конференцию созванную 26 марта право можно решать вопросы и принять решение. Волосовали за 3, против нет, воздержал 4. Подписи имеются в первом протоколе и в втором протоколе. Доклад закончен. Ставлю на голосование утвердить протокол номер 1 и номер 2 мандатной комиссии. Прошу проголосовать. Мандаты подтвердить. Большинство против воздержавшихся нет. Решение принято. Конференция вправе решать вопросы. Объявляю 5-ю внеочередную конференцию Севастопольского регионального отделения Российской общественной организации ветеранов Российский союз ветеранов открытой. RAW Севастопольский СевастопольFF певзы Наталья Венитина Наталья Венитина Наталья Горьاء �ни в Севастопольский Венитина Введение конференции необходимо избрать президиум. Предлагается избрать президиум конференции в количестве 8 человек. Ставлю на голосование. Избрать президиум конференции в количестве 8 человек. Прошу поднять. Голосование все за, против нету, воздержавшихся нету. Решение принято. В состав президиум конференции персонально предлагаются Романенко Владимир Иванович, Анохий Михайлов Иванович, Ляпин Зинур Гусейнович, Ярошенко Виктор Иванович, Зубенко Василий Викторович, Корцев Евгений Андреевич, Исаев Викторович и Колчанов Анатолий Приборьевич. Ставлю на голосование. Против действия, державшихся нету. Решение принято. Прошу президиум занять свои места. Продолжаем нашу конференцию. Для введения нашей конференции необходимо утвердить следующую повестку дня. Первый вопрос. Подведение итогов о работе Севастопольского регионального отделения Российского Союза ветеранов за 2019-2020 год. Докладчик Анохин Михайлович. Второй вопрос. Отчет контроля ревизионной комиссии. Доклад Гаврилюк. Председатель ревизионной комиссии. Третий вопрос. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Севастопольского регионального отделения Российского Союза ветеранов и выборы председателя. Доклад Контрбарак Копцева Евгения Андреевича. Четвертое. Разное. Доклад Каченко Олега Викторовича, преподавателя военно-патриотического клуба Красной Армии и пограничных войск по патриотическому воспитанию молодежи. Вот такая у нас повестка дня на сегодня. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Кто за? Прошу. Кто против? Поддержался. Повестка дня принята единогласно. Для проведения нашей конференции предлагается регламент работы конференции. Доклад по первому вопросу не более 15 минут. Доклад по второму вопросу 15 минут. Обсуждение первого и второго вопроса по 3-5 минут. Выступление Анофина Михаила Ивановича по программе работы Севастопольского регионального отделения Российского союза литературных 10 минут. Обсуждение выступлений 3-5 минут. Разные 15 минут. Работаем без перерыва. Кто за данную, за данный регламент работы нашей конференции, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято и единогласно. Значит, процедура голосования. Голосование открытое. Поднятие выданных мандатов. Значит, делегаты рассказывают отношение к вопросу. Поздравляем на голосование. Либо за, либо против. Товарищи, для проведения конференции предлагаются руководящие органы нашей конференции. Состав секретариата в количестве трех человек. Пофамильные. Курий Владимирович, Малышев Николай Борисович, Михалинка Наталья Викторовна. Есть другие конъектов? Предлагаю голосовать по секретариату. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Состав секретариата и избранных глаз. Во секретариату прошу задеть места. Слева президиума. Счетная комиссия. Также в количестве трех человек. Прессионально. Вакула, Ильинская, Супеталева. Есть ли другие конъектов? Предлагаю проголосовать состав счетной комиссии. Кто за? Против? Поддержался? Принято и неогласно. Ставлю на голосование, значит, мы проголосовали. Решение по рабочим органам нашей конференции принято. Рабочие органы находятся на своих местах. И приступаем к работе. Продолжаем работу нашей конференции. Переходим к рассмотрению повестки дня. Первый вопрос. Подведение итогов о работе Севастопольского регионального отделения Российского Союза ветеранов за 2019-2020 год. Докладчик Анохин Михаил Иванович. Слово для доклада представляется. Спасибо. Уважаемые делегаты. За 2019-2020 год в условиях непростых в наше время, пандемии, была проделана хорошая, ну, так сказать, многогранная работа нашим региональным отделением Российского Союза ветеранов. Была проведена работа с первичной организацией города по сбору заявок просьбки обращения ветеранов по вопросам необходимости ремонта их жилых помещений, медицинства, обследования, оказания медицинской помощи, предоставления социальных услуг, замена удостоверений ветеран-туда, участия ТВИК-10 и других документов, выданных органами Украины на документы Российской Федерации. Вопросы по мере их поступления решались соответствующими органами исполнительной власти, и что же изменялось из-за того, изменяется в условиях пандемии. Поэтому иногда была нестыковка или задержка с решением системного вопроса. Обработка, было обработано более 70 письменных и устных обращений ветеранов. Для ветеранов преклонного возраста инвалидов организовано оказание бытовой помощи на дому с участием волонтеров-студентов сериала МГУ в городе Севастополь. Также активности нашего организации, первичных организаций посещали больных на дому, инвалидов, также на дому вручались средства гигиены, это памперсы, салфетки, впитывающие пампер, и другие. В основном это, как бы скажем честно, нашему председателю Актуру Васильевичу Борисову. Поэтому примите это как должное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, чтобы принять к сведению отчет и по установке финансовой деятельности. Ставлю на голосование, значит, принять к сведению итоги работы Севастопольской региональной организации. И второй вопрос, установить финансовую деятельность Севастопольской региональной организации Российского союза ветеранов. Кто за то, чтобы утвердить два доклада, прошу голосовать против воздержавшихся решений, принятое единогласно. Товарищи делегаты, переходим к рассмотрению третьего вопроса нашей конференции. Кандидатур на должность председателя Севастопольского регионального отделения Российского союза ветеранов. Для оглашения решения Комитета Севастопольского регионального отделения Российского союза ветеранов, который состоялся 12 марта 2021 года, слово предоставляется заслуженному председателю Совета столичей контр-ророком Суринии Андрееве. Нормально. Уважаемые товарищи, вот 12 числа, когда проходил, прежде чем выдвинуть, то есть огласить решение, я хочу вам сказать предысторию, принципиально важную. Вот когда я узнал, что будет у нас обсуждаться такой важный вопрос, я в это время, 12 числа, находился в стационаре на излечении, но понимая принципиальную важность этого вопроса, отпросился, чтобы участвовать в заседании вот этой нашей организации в морской библиотеке. Если говорить о ветеранском движении, в нашей организации вот Севастопольского комитета я состою с апреля 1989 года. Если говорить о ветеранской работе, то в 1971 году, когда я еще был главным корабельным инженером, меня избрали замсекторя партии организации Тихоупра, в обязанности которого входила работа с ветеранами. Тогда она была на более высоком уровне, чем сейчас, к сожалению. И поэтому ветеранское движение и вопросы, проблемы, задачи, больные места, я знаю непонаслышанное изнутри. И вот поэтому посчитал возможным предложить, морально возможным предложить кандидатуру Анафина Михаила Ивановича. Из чего я исходил? Ну, во-первых, возраст достаточно молодой. Второе, 27 лет прослужил военно-восход в флоте. Причем, интересно, подразделение расчетно-аналитической группы разведки. Он за свою службу выходил на разных кораблях, минимум четыре проекта кораблей разведки, от самых маленьких до больших, в Средиземное море, в Атлантику, где проводили анализ, на основании которого принимались решения. И я должен сказать, вот я в 67-м году и до 60-го года был флагманский нежелемеханик Средиземноморской эскадры. То, что делала разведка Черноморского флота, ценилось во всем военно-морском флоте. Однозначно. Самые точные сведения, самые проверенные, достоверные точки нахождения кораблей, судов, авианосов. Это просто диву мы давались. И еще один момент. Вот за свою службу он был в командировке на Кубе, где достойно представлял наше государство. Далее. Вопросы ветеранского движения. Я помню еще при Украине был организован один праздник на Сапун-горе, когда он входил, между прочим, в организационную группу. Кроме высочайшего удовлетворения ветеранов, которые там участвовали во всех мероприятиях, просто к организаторам этого мероприятия не было никаких вопросов, кроме искренней благодарности. Он был участник конференции в Великом Новгороде от города Севастополя конференция на тему «В жизни всегда есть место подвигу». Вот у нас в марте этого года исполнится год, как в Севастополе у нас появилось волонтерское движение. Год исполнится, где-то там не помню, какого слова, но в марте месяце. А он в 18-м году от Севастополя был в Москве на сборе волонтеров, которое проводилось под девизом о преемственности поколений. То есть, человек знает вопросы ветеранского движения, знает его болевые точки, участвовал в знаковых мероприятиях на уровне государства. То есть, имеет понимание, правильное понимание. И следующий момент. Вот из чего я еще исходил. Он у нас зампредседателя был три года при Маслове, с 14-го года по 17-й, два года при Романове и два года практически при Антоле Васильевиче Борисове. И причем, вот у нас был президентский грант, я был в наблюдательном совете и должен сказать, что все отчеты, которые представлялись, таблицы и так далее и тому подобное, вот за эти два года, кроме одной досадной ошибки, никто по его вине, я никогда там не обнаружил. То есть, все было сделано на высоком аналитическом уровне. У нас позапрошлый и прошлый год были субсидии. Это же опять отчет по ним, который, если представляется торгово-промышленная палата, или сейчас как казначейство, это, ну, достаточно сложные, то есть, человек, который знает вопросы, проблемы, организации, а если говорить о его личном внимании, таком неподчеркнутом к ветеранам, то вот я хочу сказать, по такому дважды я был на телевидении в Аруанчем, это может подтвердить его дочь, сколько он оказывал внимания. Если говорить о наших ветеранах, Бочкарев Михаил Павлович, рожденный 3 декабря 18-го года, Баранов Николай Федосеевич, которому он оказывал всегда внимания, ну и взять Болгарь, ну и много-много ветеранов, которые он оказывал помощь, внимание, в Андрееве обнаружил человека забытого и так далее, то есть, он этой ветеранской работой живет. И когда я слышу разговоры, что для нашей организации надо иметь там адмирала или генерала, я хочу вам напомнить одну такую вещь. В 1996 году вся Россия торжественно на огромном подъеме отмечала трехсотлетие флота морских Судан в 1696 год. А кто организовал капитан 2-го ранга Михаил Петрович Нинашев организовал движение поддержку флота, сейчас где-то Государственные думы и так далее, и так далее. И поэтому я совершенно осознанно отвечая вот за эту кандидатуру, выкинул ее кандидатуру. И 12 марта в морской библиотеке плену это решение единогласно утвердил. Что я вам и докладываю. Доклад окончен. Спасибо. Слово для финансов. Спасибо. Дорогие товарищи, мы с вами уже не раз к сожалению возвращались к этой проблеме председателя Севастопольской организации. Вы знаете те проблемы, которые были в этих вопросах. И на сегодняшний день я прямо скажу вот когда пришел товарищ Борисов, то мы почувствовали вот ту живую волну деятельности, которая поднялась на новый уровень. Сегодня в Российском комитете Российского Союза ветеранов анализировали что кто может продолжить эту работу и ответственно докладывают мнение председателя Российского Союза ветеранов генерала армии Моисеева и нашего всего руководящего состава комитета. Мы поддерживаем кандидатуру Анохина Михаила Ивановича который здесь очень ярко характеризовал Евгений Андреевич и прямо скажем мы видим желание Михаила Ивановича продолжить напряженную работу знание этой работы и я думаю что это пойдет только на пользу ветеранскому движению Востополя спасибо заместитель ветеранской организации 62-го издевительного полка подполковник Вечерин Анатолий Васильевич являюсь заместителем нашей организации более 25 лет так то есть я сочувствую нашему кандидату что такое быть заместителем от имени нашей организации ветеранской организации 62-го издевительного суда полка я предлагаю кандидатуру Михаила Ивановича знаю его давно мы уже с ним знакомы за такую фамилию авиация всегда проголосует понимаете кто такой Анатолий был вот и еще товарищи 25-го марта 1916-го года был организован номер от войск иступительной авиации так что я поздравляю вас с этим праздником мы себе принимаем поздравления ваши вот и еще в этом году исполняется 80 лет 62-го издевительного суда полку 26-го сентября к этому времени мы хотим установить бюст у нас там стоит 6 героев Советского Союза на плосу полку гонезония мы хотим еще 7-й этот бюст установить нашему командующему генералу армии москвитилев вот так что приглашаем всех вас на этот праздник к нам и еще раз предлагаю кандидатуру Аннули спасибо я председатель ветеранской организации противоводочных кресла Москва первого несущего кресла на комитете который рассматривал кандидатуру на должность председателя нашего комитета было поручено во всех первичных организаций рассмотреть эту кандидатуру и другие кандидатуры и ветераны противоводочных кресла Москва единогласных предложили и выставили Михаила Ивановича на должность на кандидата на должность председателя севастопольского регионального отделения российского союза ветеранов он знает нашу работу он непосредственно контактирует с председателем первичек мы его будем поддерживать потому что без поддержки ему будет тяжело он может работать с городскими властями он имеет контакт и уходит с настоящей московской организацией предлагаю кандидатуру утвердить товарищи есть предложение по другим координатурам нет то предложение тогда разрешите мне представить слово кандидату на пост председателя регионального отделения севастопольского регионального отделения российского союза ветеранова отновки Михаила Ивановича для оглашения программы работы и представления я расскажу немножко о себе родился 1 августа 59-го года в городе Севастополь закончил Калининградское высшего и морского училища 3-й фрукте ТОСНАС разведка выполняя обязанностей исполнительного директора регионального отделения российских союзов ветеранов с мая 2014-го года начиноморском фронте служил с 1981 по 2005-й год служил в береговых частях разведки в специальных частях на кораблях остановился 8 лет оходил был в командировке в частях ГРУ на Кубе в 2005-м году вышел в АСАП из должности зам оперативного КП разведки до этого после этого занимался пытался найти во многих сферах в том числе закончил гостиничный туристический менеджмент на Бежске курсы потом занимался депутатской деятельностью помощником депутата занимался группой анализа также при выборах ну а в 2014-м году стал с ветеранской организацией ну и получил так как я полевой работник в основном я действительно очень много контактировал с ветеранами непосредственно понимая и все в первую очередь я там поездил проехался по всем деревням нашел людей много очень которые были забыты заброшены ну и не знаю может моя эстезия такая судьба кажется что я не могу быть равнодушным человеку когда вижу потому что у вас не всегда может сделать поэтому стараюсь как-то помогать и очень иногда бывает тяжело когда человека знаешь потом он уходит даже вот за этот год прошедший у нас ушло 11 ветеранов которые такие самые это как бы сказать на слуху последнее это был Ченокчинь и Юрка Синович Худоерка поэтому я говорю я не знаю как-то все это по душе даже может быть материальных ключевых облах не имеется но мне это нравится когда человеку что-то сделал получилось и ты улыбаешься на сердце хорошо и вообще лица я всегда говорю что богатство это не основное состояние человека богатство это помимо друзей покойников богатых нету поэтому всегда нужно оставаться человеком подношению к другому особенно к ветеранам это я вам говорю честно откровенно ну что касается программы хочу вам сказать одно что я не хочу говорить о том что что там планируешь что у меня одна задача знаю потому что я не готовился не думал что я стану получится место но я видел за эти время которые у нас были председатели я видел достатки то есть недостатки какие-то определенные я это уже понимаю самое главное что иногда в чем порогу председатель ну председатель есть председатель есть у него есть побочники которые надо непосредственно контактировать с самым облицем с председателем первичной организации с ветеранами если нету не будет непосредственно контакта с человеком это ну так кажется Поэтому я вижу в своей работе непосредственную работу с председателем первичной организации нужды, есть определенные планы по патриотическому испытанию. У нас в городе проходит два фестиваля ежегодные, победили вместе. Я уже подготовил документы на грант по данному фестивалю и думаю, что он пройдет. Мне сказали, что это очень хорошо, здесь это будет достойно, потому что это никто не делал. Потому что патриотическое воспитание, одна из основных целей нашей воспитательной молодежи, у нас уже ветеранов осталось очень мало. Фактически ветеранов, кто может в школу прийти, остается только воспоминания. Воспоминания на словах, документальных фильмах, на каких-то личных лиги архивах. И моя цель, если буду избран, буду работать на благо нашей ветеранской организации, наших ветеранов. Обещаю вам, что всегда буду стараться услышать все эти проблемы. Не обещаю, что смогу все сделать, но буду стараться выполнять. Потому что знаю, что ветеран это святое, как и родители, которых мы тут. Поэтому, если что не так, всегда готов выслушать, сказать, приводим любую критику. А программы, я вам докажу на деле и думаю, что вы еще услышите. Да, у меня есть одна черта, когда я говорю правду. Мне уже много раз говорили, что Михаил Иванович, вы слишком иногда говорите открыто. Но понимаете, в наше время все-таки кто-то должен отстаивать ветеранов, ветеранское движение. Говорить, потому что у нас сейчас получается, что вошли, консервировались в Россию, и Россия к нам пришла, скорее всего. У нас получается, что? Раньше говорили, что оставьте ветеранам все эти льготы, как сказал Владимир Владимирович Путин, с которым они жили 20 лет в Украине. И не надо еще. Они сейчас, согласно федеральному закону, 5 позиций. Но у нас для этого стоит так собранием, которое должно делать для города, для жителей города, должно вносить свои изменения еще. И любая человеческая деятельность, любая человеческая личность будет всегда помнить, что такой человек будет сделать кто-то для города. Поэтому буду стараться, ну, палки в колеса не буду, но буду всегда аккуратно, дипломатически, и всегда готовить к ним, любой контакт. Но в первую очередь, это интересы ветеранской организации и ветеранов. У меня есть наставники в Москве, поэтому буду, иногда, как сказать, с ними, потому что тоже прислушиваться. Ну, в общем, все. Принимайте, какой, какой я есть. Если, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы есть? Нет вопросов. Нет вопросов. Товарищи, так как у нас других кандидатур на должность председателя не поступило, я ставлю на голосование предложение избрать на должность председателя Севастопольского регионального отделения Российского Союза ветеранов Амохиа Михаила Ивановича. Кто за, прошу голосовать. Кто против, поддержаться. Принято единогласно. Переходим к четвертому вопросу. Для доклада по патриотическому воспитанию молодежи слов представляете Ткаченко Олегу Викторовичу. Так. В первую очередь хотелось бы выразить слова благодарности Российскому Союзу ветеранам, ветеранов, председателям и участникам кембичных ветеранских организаций города Севастополь в поддержке нашей работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Клубы военно-исторической реконструкции, военно-патриотические клубы, военно-исторические клубы Севастополя неразрывно связаны с нашими ветеранами. Это как ветераны Великой Отечественной войны, так и ветераны Советского Союза, ну и естественно ветераны России. Вот. Более молодые. Работа, которая проводится нами в неразновидной связи со всеми организациями, она включает в себя это уроки мужества, это полевые выходы, это встреча с ветеранами, это связь между регионами всей России. Вот. Используя материально-техническую базу наших клубов, потенциал наших ветеранских организаций, мы проводим это на постоянной основе и присоединяемся с полученными знаниями на этих занятиях ко всероссийским акциям, которые проводятся, ну практически ежемесячно, что-то новое появляется. И в связи с этим подготовленные нами волонтеры из числа наших курсантов, слушателей, и участников военно-патриотических клубов, они и являются ведущими в этом вопросе. В своей работе, естественно, мы опираемся на опыт, на знания наших ветеранов. Вот. В обязательном порядке все Дни Минской Славы России, все ведомственные праздники, все великие даты, которые у нас проходят, мы не оставляем без внимания, приглашаем на эти мероприятия как ветеранов, так наших детей, ну и, естественно, участвуем сами. Вот. Очень хочу поблагодарить Российский Союз ветеранов еще раз за поддержку в нашей работе и всех участников первичных организаций нашего города ветеранцев. Если есть вопросы... Спасибо большое. Разлучал вопрос о материально-технической базе военно-патриотических клубах. Основным клубом, который является как локомотивом, это является автомобильная мотоциклетная группа «Красная армия». Материально-техническая база, все вы ее видели, все вы смотрите «Парад Победы» в городе Севастополь и видите ту технику, восстановленную из нелютия, которая идет колонной по площади. При этом «Парад Победы» — это ключевое то, что мы должны показать всегда, каждый год совершенствуя и приобретая, восстанавливая новую технику. В повседневной жизни, на мероприятиях, если машина есть, она должна ехать с личным составом. Личный состав должен быть одет соответственно этой машине. Машина 41-го года, значит, на них должна быть форма 41-го года, то есть петлица. Но если это «Парад Победы», все-таки, да, то это должна быть погода. Если сзади Виллиса или Виллиса едет, он тянет пушку 45 миллиметров, то на занятие она обязательно должна просвучать. Все это можно увидеть в тех, ну, как скажем, в тех клипах, в тех художественно-публицистических социальных роликах, где снимаются наши дети в роли молодых бойцов Красной Армии, которые ведут в атаку, переобороняют город или еще что. При этом все шумовые эффекты, они настоящие. Да, еще один. Виктор Викторович, у меня такой вопрос. А если у вас помещение, где могут ребята собраться в зимнее время, каким-то образом собрать это, и уделяете внимание на перерыв на организацию, то это дает ли возможность собраться в вашей организации или в другом организации? Ну, по просьбе или по письму обязательно, да, никто никогда не отказывает. При этом мы работаем и с музеями Севастополя, и с теми площадками, которые вновь открываются. То есть это, как вы все знаете, парк Федюхины высоты, на котором сейчас идет работа по созданию именно интерактивных площадок для изучения истории. И плюс у нас подготовленные наши волонтеры работают, ну, опять же, в условиях той пандемии, которая была год назад. Наши волонтеры, они бросили все усилия для того, чтобы, ну, уйти в социальные сети, это, ну, в интернет, это группы ВКонтакте, группы в Одноклассниках, ну, и другие. И здесь уже идет та работа, которая, ну, допустим, да, севастопольцы, преобороны Кавказа. То есть наши ребята выискивают всех наших, передают документы им, они сверяют, и это все выливается уже в полноценную работу. То есть уже два региона, как бы, участвуют в мероприятии. Последняя, последняя работа, которая, ну, даже не последняя, та работа, которая сейчас ведется, это Чеченская республика. Вот с ними налажена связь и идет вот уроженец Чеченской республики на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе обороны Севастополя и освобождение Севастополя. То есть все эти люди, которые по воле, воле и суде не вписаны там, но вписаны у нас или еще в какой-то другой книге памяти, потому что тут тоже большая работа, аналитическая. Это нужно первичные книги памяти региональные, потом свериться с Вободы Мемориалку и так далее, и так далее. То есть это опять же выливается все в то, что называется связь регионов военно-патриотического, военно-патриотического направления. У меня все. Есть вопрос? Нет. Спасибо, Петрович. Спасибо. Товарищи, слово предоставляется заместителю председателя регионального российского совета ветеранов генерал-майору Романенко Владимиру Ивановичу. Не совета, а союза ветеранов. Союза, союза ветеранов. С отчетным поручением нашего председателя генерала армии Моисеева, Российский союз ветеранов, вот такой орден создал, это высшая награда Российского союза ветеранов сегодня. И вот мы от Севастополя приняли еще тогда решение, но не имелось тогда возможности, но наградить этим орденом 75 лет победы одного из старейших ветеранского движения Севастополя, контр-адмирала Копцева Евгения Андреевича. Служу России ветеранскому движению в город-герой Севастополь. Ну, также принято решение Российским союзом ветеранов, значит, с учетом того, награду вручите вашему новому председателю орден доблести, который будет его вдохновлять на новое, я надеюсь, свершение в ветеранском движении и стремление вперед для получения ордена победы. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю! АПЛОДИСМЕНТЫ Так, товарищи, товарищи, значит, члены нашего Севастопольского регионального отделения Российского союза ветеранов награждается медалью 75 лет победы Великой Отечественной войны. Чернокорцев Анатолий Алексеевич, председатель генеральной организации «Юг-Рептранспорт». АПЛОДИСМЕНТЫ Не ту, да. Бывает. Абрамов Юрий Валентинович! АПЛОДИСМЕНТЫ Ворошилов Михаил Григорьевич! АПЛОДИСМЕНТЫ Ильиченко Николай Иванович, председатель ветеранской организации 13-го судоремонтного завода. Поздравляю на 13-м заводе даже во время войны. Ильиченко Анатолий Васильевич, зампредседателя ветеранской организации «Бельфекто». Птицы Николай Васильевич Валентинович, служу Отечеству. Заверюха Александр Иванович, председатель ветеранской организации «Сахар-Россия». Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вам. Поздравляю вам. Ильиченко Валентинович, дам и свидетельство ветеранской организации в этой договоре. Большой привет. Мы в доме критера прошлом. Спасибо. Поздравляю вас. Ну, я думаю, что это новый этап, и все у нас впереди, поэтому будем дальше стремиться, чтобы никто не был забыт. Поздравляем всех на конференции с наградами. Доварищи делегаты, повестка дня нашей конференции исчерпана. Пятая, неочередная конференция Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов, Российский союз ветеранов объявляется закрытой. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Спасибо всем, ребята, за работу на нашей конференции. Спасибо вам всем, спасибо за поддержку. Можно воспользоваться случаем объявления сделать маленькое. Доварищи делегаты, секундочку, сейчас скажите, пожалуйста, отмечайте на минутку буквально. Я хочу обращение ко всем вам делать. В этом году 62-й стремительный акционный полк отмечает 80 лет. С 41-го года, 26 сентября, когда он прокровался, он принимал участие в обороне Севастополя и Крыма. И до 60-го года он находился в составе ВВС Черноморского флота. Мы готовим большой материал к этому юбилейному празднику. К сожалению, в период 41-го, 60-х год очень мало информации. Если в ваших ветеринарских организациях есть ветераны, которые что-то помнят, что-то знают, какие-то документы, боевые распоряжения, фотографии, связанные, происходит там 62-й смартфон, 62-й инфекционный полк, просьба обратиться в сетеринскую организацию нашу, нам сообщат, мы приедем либо с ними, либо поговорим, либо узнаем информацию. И еще один маленький момент. 62-й инфекционный полк принимал активное участие в событиях ДКЧП. Помните прекрасно, события на дороге Бельбек. Если кто-нибудь сейчас в этих событиях, есть упоминания, просьба сообщить то же самое, я приеду на камеру, снимем, запишем. То есть эти события, это очень важно для нашего полка. Спасибо большое за внимание. И два слова, ребята. Артолий Васильевич, я как председатель военно-научного общества Черноморского плана, органовлятор для обучения, предлагаю, учитывая 80 лет, да, большинство, и 100-летний, стремительная версия, провести конференцию здесь, доме официальности, промышлению ветеранов.